С вами Аномальные Новости, здравствуйте! В Любичи, в отремонтированном Дворце Культуры, стартует показ фильма ужасов режиссера Тимура Тимуджинбекова «Вайп 2. Восстание за дротов». Предыдущая нашумевшая картина режиссера «Вайп. Начало» была крайне негативно воспринята многими критиками и зрителями. Однако это не помешало картине побить все рекорды по кассовым сборам, завоевать множество наград и попасть в рейтинг самых страшных фильмов столетия. Тимофей Брусничелла, тренер футбольной команды «Бесов», уже неделю отказывается выходить на работу и не покидает своего офиса. Дело в том, что тренер более полугода не получает зарплату, а живет с доходов от продажи на стоек собственного производства. Министерство бета-баланса пообещало разобраться в сложившейся ситуации и предпринять все возможные действия для погашения задолженности перед известным тренером. Несмотря на отсутствие тренера, спортсмены продолжают изнурительные тренировки. Жесткий график буквально валит футболистов с ног. У некоторых не остается сил добраться до постелей, и они засыпают прямо под открытым небом, чтобы с утра с новыми силами заняться любимым литр, извините, футболом. В прошлом известный хореограф, а ныне участник бандитской группировки Эдуард Волынкин, ведет набор сталкеров, которым яйца не помеха, на курсы четкого танца и акробатической стрельбы. Записаться на четкие курсы можно на локации окрестностей Любичи в квадрате О-10. При себе иметь штаны партизан с пришитыми на станке лампасами, сигаретой плюща и 20 пачек чая. Крупнейший за последнее время митинг в студне прошел на болоте Тунгуски. Митингующие требовали от разработчиков защиты своих гражданских прав и немедленной отмены прокачки на их тушках. Прозвучали лозунги «Нет студеному геноциду» и «Мы за свободную Новотунгусию». В избежании массовых беспорядков митинг был разогнан активистами движения «Стоп Студень». А на сегодня это все новости. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!